Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Виктор Раду. Неизвестный пока шутник подложил коробку с надписью «Бомба» в подвальное помещение админздания районных электросетей в городе Рени Одесской области. Коробку обнаружил сторож во время обхода территории, сообщают в полиции. Полицейские обследовали подозрительную коробку. Оказалось, что в ней был обычный врезной замок для дверей. На прилежащей территории также никаких опасных предметов взрывотехники не обнаружили. Полицейский, призванный бороться с наркоторговлей, прикрывал местных наркоманов, а за непривлечение их к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотиков требовал деньги. Стоимость своих услуг полицейский оценил в сумму от 500 долларов. Так называемый правоохранитель был задержан сотрудниками СБУ на одной из центральных улиц Одессы. После получения 400 долларов проводятся следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности полицейского, сообщает пресс-служба СБУ. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одесском регионе соответствует сезонному уровню и находится ниже эпидемического порога, рассказали в Одесском областном лабораторном центре. Однако, по данным специалистов, незначительный рост заболеваемости все же наблюдается. На последний месяц уровень заболеваемости, по сравнению с предыдущим, взрослся на 8%. В том числе, среди детей на 8%, а среди дорослого на 7%. До медицинских закладов в районах области, в том числе, в городе Одессы, всего по области звернулось с приводу острых респираторных вирусных инфекций майже 10 тысяч осіб. Рост заболеваемости зафиксирован во всех возрастных группах, но в основном болеют дети, говорит Лариса Петієнко. Что касается заболеваемости, то основная питома, вага среди заболеваемых, как и всегда, припадает на детское население до 17 лет, где-то до 74%. Фактически, мы видим, что на сегодня рост заболеваемости сейчас наблюдается циркуляция вируса в негриппозной этиологии, отметила эпидемиолог. Что касается циркуляции вирусов, в основном, за данными мониторинга вирусологических исследований, срезковых материалов, которые выбраны от хворых на респираторные инфекции, мы видим, что на сегодня циркуляют в основном вирусы негриппозной этиологии. Это риновирус, парагрипаденовирус, которые вызывают незначную такую хвилю и заболеваемости. Как и у нас, так и по всей Украине, на сегодня не выделено никакого вируса в грипп. Несмотря на то, что респираторные вирусы человек переносит относительно легко, они могут вызвать серьезные осложнения, подчеркнула специалист. На сегодня мы имеем больше 200 респираторных вирусов, которые вызывают заболевание. Респираторные вирусы адено, риновирус, парагрип, вызывают заболевание, но оно не так тяжелое, как вызывает вирус гриппу. Хотя сами эти вирусы респираторные, когда человек не лечится, когда не проводится симптоматическое лечение, оно может перерастись в хронические заболевания, особенно у тех людей, которые имеют хронические заболевания. Поэтому даже банальный вирус, риновирус или аденовирус, может перерастись и вызвать ускладения. Чтобы избежать осложнений при ОРВИ, врачи настоятельно рекомендуют соблюдать постельный режим. Что же касается профилактики гриппа, то единственным эффективным средством является вакцинация, подчеркивают врачи. В Одесской области пока активность населения очень низкая. Вакцинировались всего около полутора тысяч человек. В продолжении медицинской темы о еще одном серьезном заболевании, которое входит в список пяти самых распространенных в мире. Это сахарный диабет. По словам специалистов, больше всего рискуют заболеть им жители тех стран, где люди чаще всего подвержены нервному стрессу. Стоит ли удивляться, что уже почти у полутора миллиона украинцев этот диагноз подтвержден данными Минздрава. Врачи страны бьют тревогу о лечении, профилактике, важности диагностики и других актуальных вопросах борьбы с этой тяжелой болезнью. В преддверии Международного дня борьбы с сахарным диабетом шла речь на пресс-конференции. Врачи привели тревожные данные о заболеваемости диабетом в мире. Сегодня 422 миллиона человек во всем мире болеют с сахарным диабетом. Поэтому о глобальной эпидемии сахарного диабета говорят уже давно. Среди людей старше 18 лет распространенность сахарного диабета возросла практически вдвое с 4% до 8% сегодня. По оценкам Всемирной организации здравоохранения только в 2016 году более полутора миллионов случаев смерти были напрямую вызваны диабетом. Сахарный диабет – это нарушение обмена веществ, для которого характерно хроническое повышение уровня сахара в крови, напомнил специалист. Чем же опасен диабет? Диабет опасен своими осложнениями. Диабет является основной из причин слепоты, почечной недостаточности, инфарктов, инсультов и ампутаций нижних конечностей. Диабет можно лечить, а его осложнения предотвращать или отсрочивать с помощью диеты, физической активности, медикаментов, регулярной проверки и лечения осложнений. Число жителей Одессы, страдающих этой болезнью, по сравнению с прошлым годом, практически не изменилось, подчеркнула врач-эндокринолог. Требующие сахароснижающие таблетированные препараты – это 19 тысяч человек, а инсулинотерапию получают у нас в городе более 5 тысяч человек. Из них дети – 232 ребенка. Мы с марта этого года выписываем рецепты в электронном виде на получение инсулина. Больные с сахарным диабетом, которые нуждаются в инсулинотерапии, обеспечиваются инсулином во флаконных формах все абсолютно. То есть ни один пациент с сахарным диабетом не остается без инсулинотерапии. Также бесплатными медикаментами обеспечиваются люди, которые болеют с сахарным диабетом с детства или получили осложнение из-за этой болезни, говорит специалист. Либо полностью потеряли зрение, либо имеют очень низкий процент зрения. пациенты, которые имеют гликозилированный гемоглобин до 7,5%. Здесь можно сказать, что в нашем городе действует программа здоровья, благодаря которой наши пациенты, получающие инсулинотерапию, могут бесплатно выполнять этот анализ в лечебных учреждениях. Чтобы бесплатно получать препараты, необходимо встать на учет. Больные, которые нуждаются в этих препаратах, тоже должны обратиться к своему семейному врачу. Должны встать на учет, и семейный врач по программе доступной лики выпишет все нуждающиеся медикаменты для того или иного пациента. А чтобы не заболеть диабетом второго типа, который развивается у людей после 30-40 лет, необходимо заниматься профилактикой, рекомендует эндокринолог. Это здоровый образ жизни, это здоровое питание, это поддержание нормального веса, либо коррекция веса, если есть повышение массы тела. Это физическая активность, конечно, как минимум мы рекомендуем обязательно в течение суток, ну хотя бы 30 минут активности. Либо это просто ходьба, либо это какие-то физические упражнения. И контроль веса. Роль средств массовой информации сегодня трудно переоценить, ведь большинство сведений о том, что происходит в родном городе, в стране и в мире, люди получают из СМИ. Ко дню работников телевидения, радио и связи свой визит в Одессу приорочил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томилинко. Он вручил награды представителям СМИ, а также говорил о роли журналиста и о специфике работы телевизионщиков. Загалом, из СМИ и, в частности, телеканалы, мы говорим, что это на сегодня визначальная роль в информировании граждан. И, взаимно, за всеми вопросами для украинцев, принаймні, если мы говорим за Украину, то саме телеканалы и телевизионные мовления – это главный визначальный канал информирования про подеи. Тому надзвичайно важливо, как могут працювати журналисты, насколько в них есть доступ к информации, насколько незалежно или, в свою очередь, насколько кто-то впливает на деятельность телеканалу. От этого и залежат, соответственно, и настрои граждан, и уровень их информированности. Участники встречи отметили высокий уровень одесских журналистов. Одесса – приклад для всей страны. Не будем конкурировать с Киевом, но я хотел бы сказать, что наши коллеги-журналисты работают, працюют профессионально, они много достигнутых, вы говорите, есть международные конкурсы, республиканские, знаете, они занимаются своей справой профессионально. Это, мабуть, самое главное. Говорили и о специфике работы журналистов, в частности, о случаях нападений на представителей СМИ. Майже за два года нами зафиксовано 160 инцидентов застосования физической силы для журналистов. На жаль, мы говорим, что из цели к количества, нам відомо по документам, по подпискам от НПП, близко 14 справ передано до суду. Но как из этих справ и какие решения будут, так само сумнівно. Поэтому мы говорим про системную безкарность. Але знову ж, тут питання в тому, що на сьогодні має бути політична воля, на мою думку, керівництво правоохоронних органів захистити українського журналиста. Одно із направлений деятельности профессионального объединення журналистів – оказання юридической помощи колегам, отметил Сергей Томиленко. Наши зусилля все одно якраз примовані до того, щоб ми допомагали і телевізійним, і загалом журналістам в своїй саме реалізації, в захищеності, в можливості реалізувати право на професійну діяльність. «Ми залучаємо медіа юристів, ми надаємо журналістам персональний юридичний захист, ми залучаємо міжнародних партнерів і, відповідно, так само тиснемо і на правоохоронців, і на владу. І на сьогодні ми, принаймні, формуємо культуру нетерпимості до того, коли ігноруються злочини проти журналістів і культуру нетерпимості до безкарності. Бо, на жаль, і Міжнародна федерація журналістів, вона констатує, що ситуація з безкарністю в Україні, вона йде на рівні таких країн, як Філіпіни, як Ємен, як Мексика. Тобто це все одно абсолютно дикий рівень, пов'язаний із загрозами, з атаками і на журналістів, і на свободу медіа». Далеко не всегда после разоблачений журналистами каких-либо противозаконних действий со стороны чиновников или других ответственних лиц, следует адекватная реакція, отметил Сергій Томиленко. «З одного боку ігноруються журналістські розслідування або критична інформація в ЗМІ. Це є така тенденція або характеристика, але знову ж тут має бути наш свідомий вибір. Або ми складаємо руки і ми мовчимо, або ми все одно публічно, поважаючи нашу аудиторію і в інтересах аудиторії говоримо, так не можна. Ми вимагаємо реагування, бо ми напрацювали порушення якесь або інші якесь зловживання владою, або якась неналежна ситуація, яка потребує реагування. І відповідно від того, що ми будемо комунікувати, то буде довіра більша до журналістів, ніж до тих політиків або чиновників, які нас ігнорують. В честь профессіонального праздника Сергій Томиленко і Юрий Роботин поздравили роботників телерадиокомпании і вручили їм дипломи і почетні награди. Сто років тому в Україні була создана державна національна научна організація, яка зараз називається Национальна академія наук України. На различних етапах становліня общества, розвитію науки уделялось разне внимание. Во многом это зависело от политической ситуации і стабільности. Що представляє собою современна наука, решили розказати молоді учені, які в цей юбилейний для научної общественності год намерені змінити мнення граждан о научній отраслі в цілому і о некоторых направліях роботи українських ученых в частності. Именно молоді сотрудники академії іниційували проведення в ноябрі Дні науки. Своїми мислями по цьому поводу подивився кандидат биологічних наук Владимир Немерцалов. В определенних кругах существує мнение о том, що наука сьогодні не нужна. Це зв'язано з определенними политическими причинами, убежден учений. Одна з яких намагання держави позбавитися від академії наук. Тобто в засобах масової інформації декілька років тому була досить потужна дефамація відчизняних наукових розробок. Були такі проєкти, як «Доктор Пі», фейковий проєкт, коли людину, що не є вченим, що не має наукової ступеню, видавали за фахівця, за науковця. В то же время наука в цілому не має определенних рамок і границь. Об цьому також будуть говорити в рамках проєкта «Дні науки», отметив наш собеседник. З радянських часів у нас залишилося хибне уявлення про науку. Не існує української біології чи української хімії. Наука існує в межах великих міжнародних інституцій. Наука, сутність будь-якої науки в міжнародній взаємодії в тому, що люди з різних куточків світу обговорюють різні питання, ставлять запитання одне до одного і до природи, якщо ми кажемо про природничі науки, і намагаються інтерпретувати здобуту інформацію так, щоб змінити цей світ. Тем временем роль отечественних учених трудно переоцініть, несмотря на то, що в цілому розвитію науки в країні уделяється отнюдь недовжнє внимание. Українська наука знаходиться в досить важкому кризовому стані, але слід відзначити, що Україна в багатьох галузях, і в першу чергу це стосується найважливіших галузей 21-го сторіччя, біології і фізики, вона вийшла на міжнародний, на світовий рівень. І українські вчені з цих галузей знаходяться часто в міжнародних рейтингах на дуже високому рівні. Це стосується також не тільки фізики і біології, але й математики і інших дуже важливих галузей наукового пошуку. Інтересно і те, що говорити о гендерному неравенстві в науці не приходиться, відмічає ученій. В науку прийшло чи залишилося в них в науці дуже багато жінок. Це пов'язане з декількома факторами. Перше – це те, що жінки в цілому живуть довше. По-друге, чоловіки досить активно мігрують з тих галузей, які перестають фінансуватися або недостатньо фінансуються. Це касається і одеських научних учреждень, підчеркиває Владимир Немерцалов. Якщо говорити про Одеський національний університет і Мінімечникова, то і в ученій раді університету, і в учених радах окремих підрозділів, зокрема біологічного факультету, починають домінувати жінки. Тобто у нас з семи кафедр чотирма завідують жінки. Це професори, спеціалісти в своїй галузі. І це дуже добре, що вони з нами працюють і роблять свою справу. Отрадно, що, несмотря на кризис, сьогодні научні округи пополняються молодими кадрами, говорить спеціаліст. Сьогодні вони думають у напрямку наукових стажувань, поїздок за кордон, беруть участь в міжнародних експедиціях, зокрема із дослідження Чорного моря. І сьогодні варто зрозуміти, що наука – це насправді ключ до світу, і в буквальному, і в переносному сенсі. Українська наука имеет весомі достиження і великі перспективи, уверен кандидат біологічних наук Владимир Немерцалов. І в рамках Дній науки учені намерені говорити об цьому, высказувати свої убеждення, що поможуть дати новий імпульс розвитію разных отраслей научної деятельності. От науки к театру. В Одесі откроють греческую альтернативну театральну школу под названием Театр Антропос. В ході презентации проєкта в Греческом фонде культури рассказали об особеностях греческого театра. Ведь Греція ще со времен античности завещала миру, виверенні временем, идеальні картины о сотворении мира і мести человека в нем. К тому же само слово «театр» також греческого происхождения, означающее «место для обозрения», напомнил слушателям руководитель альтернативной школы для человека-актера «Стоматись Эвстатиу». Греция і театр, Одеса і театр – це поняття неразделимо. Неудивительно, що в Греческом фонде культури уделяють особое внимание історії театрального іскусства. Це в рамках «Постоянного лектору», яка в Греческом фонде функціонує. Сьогодні представляємо греческого режиссера і педагогу театрального історії «Стоматись Эвтемію». Він создав в Греції свою лабораторію, він займається багато років такими новими тенденціями в іскусстві театральному. І в Одесі він знаходиться в зв'язку з якими-то мастер-классами, які він дає в місті. І пригласили його. Сьогодні він розкажет нам немножко об істоках театра, о Греції, об Одесі, і його наблюдення, як в цей період, коли він роботав в Одесі. Він ще розкажет о зв'язях між Грецією і Одесі, потенціальному театральному в місті, з цими людьми, які він роботав. Театр «Греція-Одеса» – между мифом, сакральним і утопією. Таке названня дал в своїй лекції художественний руководитель театра Астаматис Эвстатио. Він рассказав слушателям о зв'язі Греції і Одесі в контексте основних театральних тем. Я тут, щоб організувати різні театральні действия, і, з'якою, познакомитися з одесіцями по слуцію цієї лекції. Це ідея про Греці, Одесі і театр. І маєш дунім, і маєш дунім, і маєш дунім, Одесі, Греці, театр, є дуже сильний зв'яз. І особено є зв'яз, з міфом, сакральним, і, як та ета идея, ідеальний місць та утопія. Я б хотіла говорити про істори театра, як театр з'явився, і настільки це важливо, щоб театр якось знову зв'язався з істориками. Настільки це важливо, німножко помніть міфи, і як настільки міфи важні в нашій ежедневій житті. Одеса і Греція всегда були близки, не ісключение, і область театрального іскусства. Руководитель театра «Антропос» уверен, наш город станет особенной площадкой для його альтернативних постановок. Греція важна премьер Одеси в нашому міру, це місце, де різні культури живуть і живуть поки, і різні релігії. Наші історики, де біли, на самом деле біли, сутс, философи, жіжн. І я, з Маїста Раніт, я готов кладіваць цереш ідеї альтернативних школів для цілав'яких акціорів, які сам біраю з'устанавлюватися в Україні, і міна з'їзь вондеся, і нав'ярна този в Кіеве. І ця школа буде, в основному, займатися сакторською іскусствою, але я дуже хочу, щоб це стало як кастяк, як центр, в округе якого будуть різні дії, які будуть соєднутися, різні художники, різні события, які, на самом деле, будуть зв'язувати українців з миром. Альтернативні підходи в театральних постановках змогут розкрыть нові грани в театральному іскусстві, розказує Стаматис Эвстатио. І вскоре одесіты змогут увидеть нові, необычні постановки вже в исполненні актёров греческої альтернативної школи, уверен її руководитель. На этой неделе в ряде стран мира отмечался день отказа от курения. Така дата була основана в 1977 году американским онкологическим сообществом неслучайно, ведь бросить курить для многих людей дело не из легких и нередки случаи, когда человеку так і не удается расстаться с сигаретами навсегда. Наши корреспонденты, в свою очередь, решили выяснить у одеситов, есть ли у них вредные привычки, легко ли им от них отказаться, а также борются ли они со своими пагодными пристрастиями или не считают нужным искоренять их. Многие опрошенные нами горожане уверены, вредные привычки есть у каждого человека. Просто не все из них бросаются в глаза. Кто-то всерьез настроен на борьбу с недостатками, другие уже смирились с существованием их в своей жизни. Вредные привычки есть у каждого, только у кого-то это развито в большей степени, у кого-то в меньшей. Я курил довольно-таки долго, вот пытаюсь бросить. Наверное, получается. Может быть, немножечко бываю неаккуратно о каких-то вещах, там постоянно ударяюсь, там что-то рассыпаю или громко закрываю, вот что-то такое. А пытаетесь как-то бороться? Стараюсь медленнее ходить, что-то делать. Да, есть. Какие? Сигареты, алкоголь. Иногда, да, пытаемся бороться. Крошу пальцами. У всех они есть. Ну, таких уж больших, ну, так сказать, серьезно, не пью, не курю. С едой, вот это я борюсь. Села теперь, так сказать, на фрукты, на овощи. Вот это много едят, никуда не деться. Это, наверное, с возрастом уже приходит. По молодости могли себя где-то огородить, где-то остановиться. А сейчас уже возраст такой, что уже не можешь. Некоторые одесситы уверяют, за ними вредных привычек не замечается. Не курю, не пью. И так и мои дети, и внуки. Никто не курит и не пьет. Мы от этого далеки. Большинство наших респондентов считают, бороться с вредными привычками нужно и даже необходимо. А некоторые также дают советы, с чего начать в этом важном деле. Естественно. За счет этого мы становимся лучше, мы усовершенствуемся. Ну, например, как обычные вредные привычки, они основаны на лене. Поэтому убираем лень в сторону и все. И все привычки как бы уходят. Очень важно, особенно когда окружающие или твои близкие люди это замечают, им что-то не нравится, надо стараться становиться лучше. Ну, если они уж очень вредные, то нужно, конечно. Ну, что-то перебороть себе, от чего-то отказаться. Ну, попробовать поступить иначе, по-другому. Только сам. Это в голове. Если ты сам не решишь, никто тебе не поможет. Вредные привычки, они портят здоровье, во-первых. Бьют по карману. Важно, наверное, потому что они пагубно влияют на здоровье. Поэтому важно, конечно. Есть и те, кто считают, что борьба не лучший способ в искоренении пагубных пристрастий. В первую очередь, говорят наши собеседники, нужно понять причину, принять себя. Это и даст положительный результат. Вообще бороться – это не самый правильный способ в жизни. Надо принять и пытаться компромисс с вредными привычками искать. Горожане считают, не поможет даже специалист, если человек внутренне не готов изменить себя и свою жизнь. Если у человека есть желание вообще, если он понимает, что эта привычка ему дает вред какой-то, это поможет. Но без желания человека специалист ничем не поможет. Кроме пагубных пристрастий, у отдельно взятого человека наблюдают горожане и вредные привычки у современного общества в целом. И это не только чрезмерная увлеченность гаджетами и покупками, а, например, склонность к негативу и агрессии. Вредная привычка – это еще как бы вот как сейчас в данный момент, что люди, ну, к другим людям у нас относятся, ну, скажем, не по-человечески. Вот это вот очень плохая, то есть всем на все наплевать. С нервами, с агрессией, потому что очень много агрессивных людей сейчас, очень много. И восприятие такое у людей друг к другу, как будто все враги друг к другу. Вот это очень обидно. Искоренять в себе вредные привычки или нет – личное дело каждого. Но большинство одесситов уверены, когда расстаешься с пагубным пристрастием, в жизни обязательно появятся другие, более полезные интересы. В завершение выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. Роль средств массовой информации сегодня трудно переоценить, ведь большинство сведений о том, что происходит в родном городе, в стране и в мире, люди получают из СМИ. Ко дню работников телевидения, радио и связи свой визит в Одессу приурочил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томилинка. Он вручил награды представителям СМИ, а также говорил о роли журналиста и о специфике работы телевизионщиков. «Загалом ЗМИ, и, в частности, телеканалы, мы говорим, что это на сегодня визначальная роль в информировании граждан. И, взаимно, за всеми опитываниями для украинцев, принаймні, если мы говорим за Украину, то саме телеканалы и телевизионные мовления – это главный и визначальный канал информирования про подеи. Поэтому, конечно, важно, как могут работать журналисты, насколько у них доступ к информации, насколько независимо, или, в свою очередь, насколько кто-то впливает на деятельность телеканалов. На различных этапах становления общества развитию науки уделялось разное внимание. Во многом это зависело от политической ситуации и стабильности. Что представляет собой современная наука, решили рассказать молодые ученые, которые в этот юбилейный для научной общественности год намерены изменить мнение граждан о научной отрасли в целом и о некоторых направлениях работы украинских ученых в частности. Украинская наука находится в достаточно тяжелом кризовом состоянии, но следует призначити, что Украина в многих галузях, и в первую очередь это касается важных галузей 21-го столетия – биологии и физики, она вышла на международный и святой уровень. И украинские ученые из этих галузей находятся часто в международных рейтингах на очень высоком уровне. Это касается также не только физики и биологии, но и математики и других очень важных галузей наукового пошуга. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках. Продолжение следует... Продолжение следует...